Всем привет! С вами Russian with Dasha, и сегодня на моём канале гости это Юля с канала Russian Connection. Всем привет! Привет, Юля, очень рада тебя видеть. Я тоже. Юля приехала всего на несколько дней в Санкт-Петербург, и нам удалось встретиться буквально на полтора часа. Я всё думала, о чём спросить Юлю. Юля, расскажи сначала о себе, кто ты, чем ты занимаешься и где живёшь. Это очень трудный вопрос, потому что очень много можно сказать. Я Юля, я преподаю русский язык, я вообще лингвистический фрик, можно сказать немножко. Я очень люблю языки, я постоянно учу их, я работаю с языками всегда. Да, сейчас я живу в Барселоне, и раньше я жила в Петербурге. Когда я училась как раз на филологическом факультете в Санкт-Петербургском государственном университете, это было в 2006 году, и до 2015 года я жила в Петербурге почти 10 лет. Поэтому я бы сказала, что я себя ассоциирую немножко с Петербургом. Мне всегда было очень... С одной стороны, очень комфортно, с другой стороны, может быть, не очень комфортно. Я расскажу попозже, почему, в основном из-за погоды. Но я очень люблю Петербург, и я его хорошо знаю. И здесь прошли мои самые яркие такие годы, самые яркие впечатления. Поэтому мне всегда нравится приезжать и находиться здесь, быть здесь. Но сейчас я живу в Барселоне. Да. Во-первых, мне очень интересно, изменился ли город за те годы, когда ты жила в Барселоне? Изменился. Получается, что я уехала в 2015 году, и с этого года уже не живу в Петербурге, в Питере. Я думаю, что в технологическом плане в первую очередь изменился город. Мне кажется, что стало более, может быть, легко, стало легче оформлять какие-то документы. Все немножко автоматизировалось. Даже покупать карточку на метро, оформлять какие-то карты в банке. То есть с точки зрения бюрократии и с точки зрения документов, я думаю, что немножечко мы актуализировались. Намного удобнее. Особенно сравнивая с, можно сказать, с Барселоной, где я жила, и с Буэнос-Айресом, где я жила раньше, мы довольно-таки на хорошем уровне в плане технологии. Например, интернет. Я очень люблю тот факт, что в России и в Петербурге, в частности, нет проблем с интернетом. Когда я приезжаю, в этот же день я оформляю себе план мобильного интернета. И это всегда интернет, который хорошо работает, и он очень доступный по цене. Да, да, это всегда быстрый интернет. И если вы смотрите из США, у меня есть несколько студентов из США, так вот, ребята, у вас интернет хуже. Знаете, это, да. За что ты любишь этот город, и потом за что не любишь? За что ты ненавидишь. Любовь и ненависть. На самом деле так и есть в моём сердце. Любовь и ненависть к Петербургу, они немножечко пересеклись. Конечно, когда я переехала сюда, я думаю, что со мной случилось то же самое, что случилось с тобой. И с большинством людей, которые приезжают в Петербург, это приехать первый раз и влюбиться. И захотеть остаться навсегда. Конечно, город абсолютно очаровал меня своей красотой. Первый раз я приехала, когда мне было 9 лет или 10 лет, так как мой родной город Череповец, он находится недалеко от Петербурга. И многие люди ездят на выходные или в отпуск в Петербург. Поэтому я с детских лет его уже начала изучать. И, конечно, это город с особенной атмосферой, прежде всего. Потому что в нём есть такая атмосфера студенчества, можно сказать. Интеллигенции, люди больше читают, я думаю, здесь, больше интересуются искусством. Конечно, здесь есть очень много театров, музеев, выставок, чего угодно. То есть культурная жизнь, она кипит. Это то, что мы как раз обсуждали в видео, которое я снимала с Дашей, предыдущее. Культурная жизнь кипит. Я не думаю, что когда-то может возникнуть вопрос, а чем мне сегодня заняться? Всегда есть чем заняться. И это, конечно, несомненный плюс, если мы сравниваем Петербург с большинством больших городов в мире. Да, точно. И этим он влюбляет в себя. Ну и плюс, конечно, очень красивая архитектура европейского стиля. Для меня это как микс самых лучших образцов архитектуры со всей Европы. И это всё в одном городе. И тут и Венеция, каналы, тут и Стокгольм немножечко, тут и Париж немножечко. Амстердам. И Осло даже. Это как бы такой микс всех европейских жемчужин архитектуры. Это прелестно. Много парков. Мне очень нравилось, что много парков красивых, ухоженных. Вот, например, где мы снимаем видео сейчас. Ну и, конечно, посмотрите. Но что мне не нравилось? Погода. В первую очередь, к сожалению, я принадлежу к тем людям, на которых погода влияет очень сильно. Есть... Я знаю, что есть люди, для которых погода не имеет важности. И даже те люди, которым нравится дождь, нравится пасмурная погода, таких я тоже знаю. Но я не принадлежу к их числу. Я люблю солнце. И для меня очень важно видеть солнце каждый день. Например, две недели входить в куртки меня уже немного напрягает. Я люблю, когда тепло. А скажи мне, в Череповце какая была погода? Какая самая высокая и самая низкая температура была? Я думаю, более-менее как здесь. Но самая низкая температура, которую я помню, это 30, я думаю, 36 градусов. Ниже не опускалось. Но я помню, что в 27 градусов, при 27 градусах, дети, школьники имеют право остаться дома. То есть мы можем не ходить в школу. И вот этот момент, я помню, довольно часто случалось, когда мы смотрим на градусник и ждём, что 27-27. То есть если ещё 25 или 26, мы должны идти в школу. Но если 27, мы уже можем остаться дома. И мы вот так смотрели на градусник и ждали, что температура не отпустится. Слушай, ну вы везунчики, потому что я из Сибири. И там даже 40-градусный мороз порой никого не останавливал. Если мы говорим о погоде в Санкт-Петербурге, мне, например, она нравится больше, чем в Сибири, потому что нет таких резких перепадов температур. В Сибири плюс 40 летом и минус 40 зимой. Не всегда, конечно, это бывает всего неделю или две недели в году. Идёшь и ощущаешь, что твои пальцы уже ничего не чувствуют. Это немного меня раздражало. Поэтому здесь, что мне нравится, это то, что нет таких резких перепадов, как я уже сказала, нет морозов и нет такой сильной жары. И вот здесь мне комфортнее. Но да, как ты сказала, мало солнца. Особенно это ощущается зимой. В марте уже появляется солнце, но вот зимой, во-первых, солнечный день короткий. Рано начинает темнеть, как и, например, в Швеции, в скандинавских странах. Да, да, многие же идут на работу, не видят солнца, возвращаются с работы, не видят солнца. Да, да, и поэтому хочется куда-то уехать на хотя бы две недели, чтобы увидеть, наконец, солнце. Поэтому многие любят азиатские страны или там Испанию, Италию, любят проводить там зиму. Хорошо, Юля, скажи, пожалуйста, когда я приехала в Россию из США, я провела целое лето в США и потом целый год в Таиланде, мне сразу бросилось в глаза то, насколько здесь хмурые люди, в Новосибирске, по крайней мере. У тебя было ощущение, что здесь люди выглядят не так счастливо, как, например, в Европе, не такие приветливые, как в Европе? Конечно, разница в поведении, разница в менталитете, она есть, зависит от каждой страны в Европе, потому что Европа тоже очень большая. Но я могу сравнивать с моим опытом. В принципе, так как я жила несколько лет в Аргентине и после этого в Барселоне, в Каталонии, конечно, менталитет, он довольно-таки контрастный. Например, есть вещи, которыми наши менталитеты похожи, а есть вот поведение и вот эта хмурость, да, это то, чем мы отличаемся. Я думаю, что это зависит от нашего мышления, так как в русском менталитете нет цели быть счастливым. Я думаю, что... Ну, окей. Мне кажется, что... А какая у нас цель? Страдать? Да, мне кажется, что современные, как ты, ребята, это, конечно, другое поколение. Но если посмотреть на старшее поколение, я говорю, конечно, в соответствии с моим опытом. Те люди, которые меня окружали, это моя семья, мои родственники, мои друзья. И, естественно, это может быть очень субъективное мнение, потому что я не знаю всех людей в России. Но, например, в моей семье нельзя говорить, что ты хочешь быть счастливым, потому что человек должен страдать. Это на подсознании. И для меня это был большой контраст, потому что, да, всегда быть счастливым, это очень эгоистичная цель. Что ты тут радуешься, да? Да-да-да. Иди работай. Во-первых, не смейся, ты потом будешь плакать. Да, кто много смеется, тот много плачет. Что ты улыбаешься, как дурачок, или счастье любит тишину. Ну, то есть вот о счастье не принято говорить вслух. Это я говорила как раз в одном из моих подподкастов. Люди не любят рассказывать, мне кажется, о своих достижениях. Да, это точно. Любят больше рассказывать о проблемах. Я, на самом деле, согласна с Юлей насчет того, что мы редко делимся своими достижениями, потому что, я думаю, это все выходит из советского времени, когда было стыдно как-то высовываться из толпы, было стыдно говорить о том, как ты классно сделал работу, потому что работа была коллективной. И мы все вместе добились этого успеха. А твои личные успехи, ну, никого не интересовали, все говорили, ну, что ты тут пытаешься показать, что ты лучше других и так далее. Но это можно сказать о старшем поколении, например, о поколении моих бабушек. Одна моя бабушка живет в Сибири, и она тоже говорила девочке смех без причины, признак дурачины, когда мы с сестрой хихикали. Кстати, видео о моей бабушке есть на канале, она называется «My tough Siberian бабушка», да, моя жесткая такая бабушка, но она очень сильная, трудолюбивая, она всегда довольствовалась меньшим. И эта черта довольствоваться меньшим была присуща очень многим русским. Я счастлива, что сейчас наконец-то меняется. Сейчас мы уже стремимся к тому, чтобы развиваться и не стесняться говорить о своих успехах и о своих достижениях. Мне кажется, это очень ценно. И вообще вопросы личного счастья, личного самопознания сейчас очень часто возникают. То, что мы обсуждаем с подругами, все мы занимаемся спиной, здоровьем спины, ментальным здоровьем, то есть психологически. Мы познаем себя, мы пытаемся понять, как наше детство, возможно, повлияло на нашу самооценку и так далее. То есть это внутренняя работа и внутреннее развитие. Так, мы как-то перешли на тему развития. Что меня, может быть, удивило сначала в странах таких, как Испания и Аргентина, что люди очень расслабленные. Вот этим, я думаю, что отличаются наши люди. Наши люди очень напряженные в том плане, что для нас очень важна работа, для нас важно трудиться. Я думаю, для многих важно трудиться. И нет, может быть, не так часто люди предпочитают проводить время просто болтать с друзьями или там сидеть в кафе. Поэтому, мне кажется, испанцы очень часто сидят в кафе по сравнению с русскими. Они проводят там очень много времени. Это более расслабленная жизнь. Вот это для меня, наверное, самый большой контраст. В каком языке есть фраза «сладость ничего не делать»? В итальянском или французском? Я не помню. Но если кто-то из вас знает, о какой я фразе говорю, напишите, пожалуйста. То есть «сладость ничего не делать» это значит беззаботное чувство простого отдыха, когда ты наслаждаешься им и не чувствуешь грузений совести. Этому надо русским людям поучиться. Я вот замечаю, что, например, когда мы едем в гости к родителям моего мужа, они всегда что-то делают. Всегда занимаются огородом или какие-то дела, дела, дела. И когда я жила на даче весь... Всё прошлое лето я часто работала, делала контент, но также я хотела просто отдохнуть, ничего не делать. И мне иногда казалось, что я, ну... Тунеядец. Тунеядец, да. То есть человек, который не любит работать. Хотя, блин, мы живём не для того, чтобы работать, да. Согласна, в этом плане мне стоило очень дорогого распрощаться с моим вот этим наследием советским, которым мне с детства по капелькам в голову капали. И действительно, мне было очень трудно проводить выходные, даже субботы и воскресенья, без работы. То есть для меня с детства было очень также важно работать каждый день, работать много. И... Нифига себе! Да, мне дорогого стоило научиться отдыхать выходные. И вообще научиться отдыхать. Я не могу сказать такого о себе, но, допустим, поколение моих бабушек, да, они постоянно работали, постоянно что-то делали. Мне как-то повезло, наверное, больше, у меня не было давления. Я думаю, что твои родители просто моложе моих. Поэтому, потому что... Твоим сколько лет? Родителям 70 лет, поэтому они довольно уже... Да. Старые закалки. Старые закалки именно, да. Хорошо. Ну и напоследок, Юля, скажи, пожалуйста, нашим слушателям, нашим зрителям, что нужно иметь в виду, приезжая в Санкт-Петербург? Как турист? Ну да, как турист. Может быть, одежда или какие-то правила. Я думаю, что нужно не забыть взять фотоаппарат, фотокамеру, что я забыла сделать в этот раз и снимаю всё на мой телефон. Но у вас будет столько шансов всего нафотографировать. Лучше проверить прогноз погоды и запастись разными вариантами одежды на разную погоду. Предусмотреть дождь, предусмотреть, может быть, даже жару. Да, да. И обязательно удобная обувь на хорошей подошве, потому что здесь часто и у меня были итальянские туфли с тонкой подошвой, и я их просто испортила этими дорогами, этими камешками. Поэтому хорошая обувь, чтобы она не промокала, если будет дождь. Сто процентов. Плюс город огромный, огромный, и вы захотите ходить пешком, вы захотите ходить, пройти, может быть, даже через несколько мостов с одной станции до другой. Например, позавчера я прошла 26 километров за один день. Это то, что может сделать обычный турист в день. Поэтому удобная обувь, это очень важно. Да, да. Ну и также, как мы сказали, не бойтесь приезжать и покупать сим-карту, интернет, и вообще мобильная связь здесь очень недорогая, поэтому первым делом купите сим-карту. Да, прямо в аэропорту можно это сделать. Да. У вас будет хороший интернет, будет недорогой тариф, и вам не нужно будет влазить в долги, да, как некоторые люди думают, что будут говорить по своей, там, американской или европейской сим-карте. Да, ну и, наверное, будьте готовы удивляться и вдохновляться, потому что в Петербурге живут более, можно сказать, европеизированные люди, чем в других регионах страны, и, возможно, вас удивит это, насколько сильно люди похожи на вас самих. Вот. И здесь вы найдете, я думаю, если будете пытаться найти, вы обязательно найдете новых друзей. Я думаю, что очень легко. Люди довольно открытые, много туризма. Да, очень легко подружиться с людьми. Да. Ребята, мы с Юлей сняли видео также для её канала, там я рассказываю про жизнь в Петербурге. Если вам интересно, переходите по ссылке, также Юля на Инстаграм и что, и подкаст будут в описании, присоединяйтесь к её сообществу. И до скорых встреч. Да? Да. Я надеюсь, что это не наше последнее видео. Запишем ещё. Да, в Барселоне можно? В следующий раз в Барселоне. Да. Спасибо, Юля. Было очень интересно. Всем пока и хорошего дня. Всем пока. У меня руки замёрзли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова